Всем привет! А сегодня ко мне на обзор попал планшет Blackview Tab 16 Pro. Это бюджетный планшет, но в принципе довольно-таки неплохой. Ну и давайте посмотрим, что же здесь внутри. Для начала давайте посмотрим, что здесь написано. У нас 256 гигабайт встроенной памяти, 8 гигабайт оперативной памяти и 16 гигабайт расширяемой оперативной памяти, что суммарно дает 24 гигабайта вместе с файлом подкачкой или свопом, многие по-разному это дело называют. Итак, внутри коробки у нас дополнительное защитное стекло, сам планшет в защитном чехле. Защитный чехол имеет несколько регулировок настроек, чтобы его было удобно устанавливать. Цвет планшета мне нравится, такой интересный серый, темно-серый цвет. Плюс сама вот эта вот часть, она задняя прозрачная, что раньше на Blackview'ах не было. В принципе довольно-таки выглядит симпатично, ну в общем по дизайну смотрите сами. Итак, внутри у нас все как и обычно. В данном случае здесь есть у нас зарядный кабель Type-C на Type-C. Здесь есть у нас инструкция, здесь есть зарядное устройство на 18 Вт. Ну тут батарея практически 8000 мАч, поэтому в принципе это даже не такая уж и медленная зарядка. Ну и конечно же фирменный Blackview'шный A-стилус, вот такой вот. Этот стилус я уже показывал, сегодня показывать, рассказывать о нем не буду. Скажу сразу, что работает хорошо, срабатывает классно для многих задач, он очень удобен и полезен. Планшет выглядит вот так. Здесь мы видим, что здесь экран у нас практически на 11 дюймов. У нас Full HD, а плюс разрешение чуть-чуть больше, чем HD. У нас установлена здесь батарейка на 7700 мАч. Ссылку на этот планшет я оставлю под этим видео, поэтому можете перейти, посмотреть цены, посмотреть технические характеристики. В общем, все, что вас интересует. Переходите по ссылке, я вам буду за это очень благодарен. Ну а мы же идем дальше, срываем вот эту вот самую пленку и я пару слов расскажу об этом планшете. В принципе, хоть это и бюджетник, но о нем есть что рассказать. Ну, во-первых, хочу похвалить то, что здесь довольно-таки неплохой качественный звук. Учитывая то, что здесь низкая цена, со звуком здесь реально все в порядке. Дальше, датчик у нас срабатывает четко. Обратите внимание, включается все быстро, разблокируется легко. По экранчику могу сказать, что качество в принципе не отличается от других планшетов уровня Black. По качеству экранов нареканий нет, по пикселям я их не вижу. Разрешение здесь для 11 дюймов довольно-таки высокое. Единственное, что можно было бы сказать, что здесь есть плохого, так это довольно-таки широкие рамки. Но учитывая стоимость этого самого планшета, в принципе, это не проблема. Итак, с экраном у нас все в порядке, поэтому давайте посмотрим, насколько плавно работает планшет. Обратите внимание, вот я делаю перемещение, плавность, в принципе, на высоком уровне. Единственное, что в этом экране недостаточно, но опять-таки цена, 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 что здесь нет ни 90, ни 120 Гц. Но, в принципе, за такую цену оно и не надо. И, в принципе, все работает плавно. Ну, а теперь давайте разберемся, что же здесь используется, потому что цена довольно-таки вкусная. Нужно понимать, на что способен этот самый планшет. А для этого я установил здесь Antutu Benchmark, и давайте посмотрим, какие здесь у меня получились результаты. То есть вы их сейчас будете вот так вот видеть. Давайте перейдем в подробности и посмотрим, что же у нас здесь установлено. Итак, здесь у нас 95 тысяч баллов по центральному процессору. И центральный процессор у нас Unisoc T616. Как я сказал, это магнитольный процессор, причем у него довольно старая технология, но и, соответственно, соответствующая цена с этим планшетом. Дальше давайте посмотрим, что у нас здесь по GPU, то есть то, что у нас отвечает за графику. Здесь у нас стоит Mali G57. Многие знают этот графический процессор. В принципе, как я уже сказал, этого графического процессора достаточно для большинства даже тяжелых игр, правда не всех, конечно же, в 30 кадров в секунду, а то и более. Конечно, есть некоторые игры, типа, например, Genshin Impact, особенно последние модификации с высокими настройками. Конечно, этот процессор, он тянет всего 20 кадров в секунду, чтобы вы это понимали. Далее, давайте посмотрим, что у нас по памяти. И в данном случае, как вы видите, файловая система здесь UFC 2. UFC 2 это довольно-таки медленная файловая система, поэтому что-то сверх невероятное от этого планшета ждать не стоит. Например, воспроизведение 4К видео в 60 кадров в секунду будет довольно-таки затруднительно. Плюс процессор, плюс, конечно же, сама память. Но для использования самых распространенных моментов, то, что люди делают на планшетах, этой памяти вполне себе будет достаточно. Ну и 70 тысяч баллов по UX. Соответственно, что такое UX? Этот параметр показывает, насколько ваш планшет хорошо будет работать, например, в браузере, с различными приложениями, насколько эти приложения будут тормозить, насколько все это будет хорошо и красиво работать. Так вот, несмотря на то, что здесь процессор из автомагнитолы, UX тут работает вполне себе прилично и 71 тысяча практически баллов. Это хороший результат для того, чтобы вы могли на этом планшете работать, бороздить просторы интернета, смотреть ютубчик, использовать ваши какие-то любые приложения, кроме самых, конечно, сложных и тяжелых, например, каких-то рабочих, там 3D-приложений и так далее. А вот для всего остального это вполне себе вам будет достаточно. И получается, что за 130-140 долларов вы можете получить планшет, который будет, в принципе, выполнять все то, что вам нужно от планшета. Еще хочу обратить ваше внимание на то, что здесь установлен последний Android, уже 14-й, и, соответственно, здесь очень-очень высока степень безопасности, то есть вас будет тяжело сломать, но и, соответственно, будет некоторые ограничения, которые есть на уровне ядра, плюс на уровне самой операционной системы в Android 14. Здесь есть предустановленные приложения, но хочу отметить то, что здесь нет различного хлама, который устанавливает различные вендоры на свои устройства. То есть тут, в принципе, практически голый Android, хотя это операционная система DockOS 4, которая разрабатывалась самолично Blackview. Что мне в ней нравится, так это то, что на вот этих вот процессорах, которые здесь стоят, у нас выжимается максимум то, что можно выжать из этого процессора. Потому что если вы посмотрите, например, статистику по этому процессору, сколько он набирает тысяч баллов на других устройствах, вы увидите, что там он набирает всего лишь 200 тысяч баллов, а здесь 300. Это говорит о том, что операционная система не захламлена, это говорит о том, что операционная система хорошо оптимизирована, и здесь нет ничего лишнего. Все остальное ставите вы уже сами, именно то, что вам надо, и вам никто ничего не навязывает. По поддержке сетей. Здесь поддерживается 5 ГГц и 24 ГГц Wi-Fi. Здесь у нас поддержка Bluetooth 5 и 3. Здесь у нас работает 4G, две сим-карты, которые вы можете использовать, две наносимки. Либо вы можете использовать одну сим-карту плюс одну TF-карту до 1 терабайта. Ну и последнее. Я не буду рассказывать, что и как здесь у нас работает по камере. Я сейчас просто добавлю вам несколько снимков и несколько видео, на которых вы сами сделаете свои выводы. Почему я сегодня делаю так? Потому что в прошлые разы вы говорили, что я вот не то говорю, я не так говорю, это не то, это не так. В общем, смотрите сами в полной тишине. И я могу отметить единственное, что для этой ценовой категории камера здесь нормальная. То есть не классная, не плохая. Камера нормальная. В общем, если вам понравился этот планшет, либо если вас классно устраивает его цена и технические характеристики, а цена довольно вкусная, а для такого уровня планшета, то переходите по ссылке в описании, которые я даю под этим видео и заказывайте этот планшет. Ну а на этом всем пока!